Каждые пять лет в жизни любого моряка происходит одно очень важное и особенное событие. Это событие называется продление учебного диплома и всех сопутствующих документов. Как минимум это пять конвенционных обязательных сертификатов. БЖС, ОСПС, борьба с пожаром, шлюпки и плоты, медпомощь и непосредственно сами курсы продления. Их может быть и больше в зависимости от должности и типов судов, на которых вы работаете. Но это тот самый минимум, который позволит вам работать на сухогрузах и балкерах. Вам не обязательно знать полные названия этих сертификатов, достаточно знать лишь эти. Для того, чтобы вас поняли там, где вы будете проходить обучение. Так, время 8 утра. Мы выдвигаемся на учебу. Во Владивостоке с утра снова небольшие пробочки. Прямо не выезжая со дворов. С утра, с обеда, с вечера. В принципе, как и в любое другое время суток. Обожаю этот город. Чтобы их сделать, вам нужно посетить любое морское учебное заведение. Записаться на курсы и оплатить их. По срокам это занимает не больше месяца. А по деньгам у меня вышло не больше 50 тысяч за 7 сертификатов. И сами курсы продления. График финансирования запланирован на 2020-й, в 27-й годы соответственно. Сроком сдачи судна назначен в 2027-й год. Также нужно будет пройти медкомиссию в плавсостав, которая проходится ежегодно и будет стоить вам от 12 до 20 тысяч рублей. Далее, после получения всех этих документов, вам нужно будет посетить морскую администрацию порта. И уже через 10-15 дней вы сможете забрать свой новый учебный диплом. При условии, что за последние 5 лет вы отработали хотя бы год по своему старому диплому. В видео я немного оговорился с учебным дипломом. Вот это учебный диплом. Его вам выдают по окончанию учебного заведения. То есть, либо это колледж, либо это университет. Вот такой он с твердым переплетом. Он выдается один раз и на всю жизнь. Его менять не нужно. Вам нужно менять рабочий диплом. Рабочий диплом это вот такая вот бумажка. Как правило, сейчас она выглядит так. Раньше выглядело вот так. Тоже с твердой оплеткой. Сейчас она выглядит вот так. И она выдается вам уже в морской администрации порта. В последующем каждые 5 лет вам нужно будет ее менять. А это, вот это конкретно, вот эта бумажка, это удостоверение о повышении квалификации. Или, проще говоря, это бумажка, которая выдается вам учебным заведением после прохождения курсов продления диплома. Также необходимо следить за сроками годности своего загранпаспорта, удостоверения личности моряка и мореходной книжкой. Если в вашем городе нет больниц, нет морской администрации порта или морских учебных заведений, вы будете постоянно кататься. Делать это так же, как и я. И нужно обязательно иметь это в виду при выборе постоянного места жительства. Все вообще полностью забито. На 2 месяца едем. Это видео, как эпилог, оно прекрасно завершает и дополняет все повествование второго сезона. То, с чем приходится сталкиваться моряку на берегу. Что касается меня, то все новые документы у меня уже на руках. И, как любой уважающий себя моряк, я занимаюсь тем, что ищу себе новое место работы и лечу болячки, приобретенные за прошедший контракт. Кто не смотрел, обязательно смотрите второй сезон. Сначала и до конца по порядку. Все серии подписаны, плейлисты тоже подписаны. Также, кто не смотрел первый сезон, подписывайтесь и смотрите первый сезон. Только так вы сможете уловить весь смысл данного сериала. Также подписывайтесь и на телеграм-канал, так как ютуб в России продолжает упорно кошмарить. И когда его окончательно заблокируют, я думаю, что видео будут выходить именно в телеграм-канале. Также по возможности поддерживайте канал финансово. Все реквизиты в описании. Каналу нужен новый дрон. Как вы знаете, со старым все достаточно печально сложилось. Что касается нерабочих моментов, то за этот отпуск, за время моего отсутствия у меня произошло, наверное, самое главное событие в моей жизни. У меня родился ребенок, первый сын. И я до сих пор все еще принимаю поздравления. И в этот уикенд мы ездили вместе, втроем, всей семьей в город Владивосток. 1200 километров на своей машине. Кстати, купил машину, тоже это событие для меня. И такой проделанный путь, это очередное событие. Маршрут пройден, без проблем. Владивосток был успешно отъезжен. От находки до Зарубина мы наслаждались прелестями местной фауны. За эти два месяца мы накатали почти 8 тысяч километров. А все проживание там обошлось мне в 120 тысяч за два месяца. Мы снимали трешку, а сзади камеры. Передо мной идет поезд, поэтому вы можете слышать его шум. Все, мы готовы к поездочке. Вот, вот, бульчик у нас. В 7.30 выезжаем от дома с Владивостока до Хабаровска. Да, Матвейка, едем. Помаши ручкой. В Владивосток. Мы отдохнули, я отучился, получил все необходимые сертификаты. И сейчас приходит та самая пора, когда нужно снова собираться в путь, снова отправляться на контракт и работать, зарабатывать деньги. Спасибо всем, кто смотрит, подписывается, ставит лайки, дизлайки, комментирует. С вами был предатель Жаба Флота. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Русь, матушка, как ты красива. Покажи, какую звездочку мы видели. Покажи, какую большую. Вот такую, скажи. Вот такую звездочку видишь. Город Хабаровск. И здесь находится наша квартира временного размещения. Машина вся грязная. Мы ехали по дождю вчера. Так это все дело выглядит сегодня. Хорошая, прекрасная солнечная погодка. Пробудем тут пару дней и поедем дальше. Здорово, пацаны. И сегодня, в этот замечательный вечер, я собираюсь проходить интервью. Собеседование в новую компанию, пацаны. Оно полностью на английском и состоит из аж целых двух этапов. Первый этап меня будут собеседовать на предмет того, насколько я знаю английский. Насколько хорошо я владею языком. А второй этап заключается в том, что сам суперинтендент будет беседовать со мной на тему технической части. Я невероятно волнуюсь, нервничаю. У меня трясутся все коленки, все ручки тоже трясутся. Но, тем не менее, это не должно помешать мне пройти это интервью. И осталось буквально 10 минут. Представляете, 10 минут, и я буду общаться с чуваками из Германии. Из Германии по скайпу. Это просто невероятно. Пожелайте мне удачи, и мы начинаем.